Календарь И в прошедшие выходные Несколько праздников сошлись вместе И все они, если уж не праздновались торжественно И почетно, и шумно То во всяком случае отмечались Ну и вот сегодня тоже Есть определенный знак 18 мая И это Всемирный день музеев Или Международный день музеев Для меня две даты Я обязательно потом объясню Какие сошлись в сегодняшний день Но я решила, что раз уж сегодня Международный день музеев Даже при том, что они пока еще В абсолютном большинстве закрыты Все-таки посвятить Сегодняшний разговор Отчасти И теме музея Нет, не музеев, именно А музея Потому что есть один музей К которому я отношусь С особым трепетом С особым пиететом И с особой такой любовью Я бы даже сказала Любовь моя к этому музею Не случайно Потому что много-много-много-много Больше 25 лет тому назад Случилось так Что я уже, водя экскурсии В этот музей Он находится в Вашингтоне Познакомилась с главной хранительницей Фондов и главной хранительницей Сокровищ этого музея Звали ее Анна Одом И все подробности Часть из которых, наверное, я успею Вам сегодня рассказать Я узнала от нее И потом уже долго и много И при ее жизни И после ее трагической смерти Узнавала это Причем буквально вылавливала это Из уст людей, с которыми я встречалась Включая научных сотрудников этого музея С кем была знакома У кого посчастливилось взять интервью И просто где-то Поскольку это появлялось и исчезало Появлялось и исчезало и продолжает И так, иными словами, наверное Из всех музеев уж точно в Америке В которых мне посчастливилось побывать И даже водить в них экскурсии Это самый детективный музей Но к шпионажу, а таковой тоже есть В Вашингтоне Этот музей не имеет прямого А только очень косвенное отношение И так не буду вас дальше интриговать И назову этот музей Называется он Хилвуд И музей этот усадьба Расположенная в таком Уединенном уголке Вашингтона А надо отдать должное столице При шумном центре Буквально две минуты от центра И уже вот такие вот Казалось бы, даже совсем необитаемые улочки И зеленые, и спрятанные Вот в такой улочке спрятан этот самый особняк Особняк, ныне который Музей-сокровищница Русского искусства В Америке И нет ни в одном другом музее В Америке Такой коллекции Такого уровня И иконы, и айцберже И русского костюма Национального И литургических Ритуальных нарядов Церковных И многого-многого другое Что только перечислять Не хватило бы нашей передачи А уж рассказывать об этих вещах Целый цикл и не один год Почему же детективный? Потому что именно в этом музее Жила и оставила свои личные вещи Как экспозицию и раритеты музея Дама известнейшая в начале и середине В середине 20 века Марджерит Меривейзер Пост Ее папа был основателем империи По производству сириал Это те самые кукурузные хлопья Без которых сегодня не обходится Завтрак ни одного американского ребенка Сирики с молоком и без молока Но не о сириках А как раз о несметном богатстве Что было принесено Благодаря этому производству Папе Дабл Сюмери Везер Пост У него была единственная дочь И когда он развелся с женой Он буквально уговорил Пообещав, что она будет Единственной наследницей Единственной владелицей империи Своей дочери Остаться с ним Она была уже не совсем маленькая девочка Но она осмысленной Разумно осталась с папой И действительно стала После смерти папы Этой самой единственной владелицей Его огромного производства сириал Приносивший ей большие доходы Но этим она не ограничилась Она еще и еще Она была по-настоящему бизнес-вумен На нее равнялись На нее смотрели тогда Все самые передовые И самые крутые женщины Америки А она не отказывала себе ни в чем Ни в предметах искусства Ни в ювелирных изделиях Она заказывала наряды И обувь у лучших дизайнеров Тогда и Америки и мира Она не отказывала себе и в мужьях Она их меняла много и часто Она была официально четыре раза замужем Ее третьим мужем Был как раз тот самый Ком сегодня уже будет детективная часть Шпионская часть Моего рассказа Ее третьим мужем был человек По имени и фамилии Иосиф Дэвис Он был итальянского происхождения Но очень интересный Ну просто красавец На его фотографии в любом возрасте Смотришь и влюбляешься Вот сразу же Она конечно Не знаю влюбилась или нет Но ей составляла честь Иметь такого интересного И такого высокообразованного мужа Денег ей было не нужно У нее своих было предостаточно Поэтому она вышла за него замуж Ради престижа Он был публичной личностью Работал в администрации Вудру Вилсона Там же подружился с Франклим Делано Рузвельтом Еще в молодые годы был с ним знаком Ну а уж потом Когда Рузвельт стал президентом А он участвовал очень активно В предвыборной кампании Рузвельта Совсем стал близким другом И даже советником президента И президент Рузвельт Как мы знаем Восстановивший дипломатические отношения Советским Союзом Утраченные уже В начале 18-го года До 33-го года Дипломатических отношений Между Советским Союзом И Соединенными Штатами не было А только через страны-посредники И вот Рузвельт решил Что это неправильно И восстановив дипломатические отношения Послал сначала туда Ну просто на разведку Или на то, чтобы устроить все дела посольства Предшественника Иосифа Дэвиса И был это Вильям Булат А вот после Вильяма Булата Уже в 36-м году Представляете себе эти времена Приехал Иосиф Дэвис в Москву С Марджерет Беливейзер-Пост Они поселились тогда Только отремонтированном Особняке роскошнейшем Помещика и промышленника Второго В Старопесочинском переулке И началась эпопея Первая встреча Между Сталином и Иосифом Дэвисом Произошла Когда Желая продемонстрировать Сталину Что уже изучает русский язык Иосиф Дэвис хотел сказать Я ваш тезка Но не выговорил Правильно сказал Я ваш тетка На что Сталин ухмыльнулся в усы И сказал Мне из Америки Лучше дядьку Они подружились И между ними Как минимум Раз в полгода Официально Но значительно чаще Состоялись встречи Встречи между Сталином И послом Соединенных Штатов Были такими частыми Что это дошло до Рузвельта И он По уговорам своего окружения Решил отозвать Посла От греха подальше И пригласил его обратно Вашингтон Направив вместо него Уже третьего Следующего посла Но как выяснилось Отношения между Сталином И Иосифом Дэвисом Продолжались И потому В сорок третьем году Уже во время войны Рузвельт попросил Его отвезти Сталину Боясь любых Другие почтовые Или псевдопочтовые услуги Из рук в руки Письмо Как вез Иосиф Дэвис Это письмо Это отдельная история Через Турцию Через Египет Через черти что Но довез Встретился И вернулся Это был Самый Сталина Любивший Американец Он говорил Что Сталин Это великий человек Что он По-настоящему Понимает ситуацию В общем Такие дифирамбы Он писал И пел Что трудно Даже предположить В чем же детектив А в том Что смерть Рузвельта По сегодняшний день Остается тайной И неизвестно Как же все-таки Он умер Своей смертью Или например Разбился в самолете Летевшем Из Америки В Германию Для переговоров Сепаратных С будущим правительством Если да То кто-то Наверняка Стукнул Сталину О том Что это Случилось И о том Что Рузвельт Летит И Сталин Приказал Сбить этот самолет Это гипотезы Никто Никогда Не посмел Достать Те самые Архивы Хотя бы Уточнить Рузвельт Разбился В самолете Или умер Своей смерть Его хоронили В закрытом гробу И каждый раз Когда историческое Общество Или историки Пытаются к этому Прикоснуться Они исчезают Как моя Любимая приятница Анна Одем Вышла с работы На нее наехал Автобус И насмерть Другой человек Который занимался Научный сотрудник Как только Прикоснулся к архивам Попросил Развешение Был уволен Без вообще Права коснуться Это Тайна За семью Печатями Почему Америка По сегодняшний день Хранит эту тайну И что за ней Скрыто Сказать трудно Но 18 мая А сегодня 18 мая 1945 года То есть Через 9 дней После победы Он оказался Иосиф Девис В Москве И лично Сталин Вручил ему Орден Ленина Он единственный Посол Соединенных Штатов Да и вообще Единственный Дипломат Кто удостоен Столь Американский Дипломат Удостоенный Столь Высокой Награды Это фантастика Не имеющая Ни объяснения Ни понимания Когда Марджерет Мервезер Пост Сообразила Что он был Просто-напросто Шпионом Но никогда Никому об этом Не сказала Она с ним Рассталась Он долгое время Был в психиатрической Больнице Но потом Выписался И снова Отправился В Россию И снова Хотел Увидеться Со своими Бывшими Подельниками 9 мая И это тоже Необычное Совпадение А совпадения Всегда Имеют Глубокий Смысл 9 мая 58 года Он Скоропостижно Скончался У себя В имении Одни утверждают Что отравился Другие Повесился Но в официальном Документе Написано Умер От кровоизлияния В мозг Переживший Его на много Много лет Марджерет Закрыла Эту тему Изъяла Все его Фотографии Из своего Дома Где Больше Половины Вещей Принадлежавшие Ему Были Привезены Из России Несметные Богатства Картины Маковского Картины Брюлова Пасхальные Яйца Подаренные Императором Своим Супругом И даже Изумрудные Подвески На которых Вышла На свой Последний Бал Александра Федоровна И многое Многое Другое Не говоря Уже О посуде Серебре И так далее По сегодняшний День Экспозиция Музея Хиллвуд Вот кончится Подождите Этот карантин Я вновь Приглашу вас Вашингтон Чтобы пройти С вами По садам Паркам И залам Этого музея God bless you God bless Америка Во всех Ее Победах И иногда Поражениях С любовью К вам Всегда Ваша Анна Топоровская Продолжение следует... Продолжение следует...